Это проект Ставка. Я подполковник запаса Евгений Тишковец. Здравствуйте. Начнем традиционно с последних данных Министерства обороны России о ходе проведения специальной военной операции на Украине. Высокоточными ракетами большой дальности «Калибр» в районе населенного пункта Золочев Львовской области уничтожен склад боеприпасов к иностранным образцам вооружений, в том числе к 155-мм гаубицам М-37. Высокоточными ракетами воздушного базирования в Николаевской области на военном аэродроме Вознесенск уничтожена авиационная техника Воздушных сил Украины. В районах железнодорожных станций Доброполье, Покровск, Донецкой Народной Республики и Орловщина Днепропетровской области уничтожено большое количество вооружений и военной техники США и европейских стран, доставленных для украинской группировки на Донбассе. Кроме того, в результате ударов уничтожены радиолокационная станция контроля воздушного пространства в районе Лисичанска Луганской Народной Республики, зенитный ракетный комплекс «Бук-М-1» в районе населенного пункта «Солидар» Донецкой Народной Республики, склады боеприпасов в районе Горска и Верхнекамска Луганской Народной Республики, а также два пункта управления ВСУ и узел связи в районах населенных пунктов «Переездно» и «Ивана-Даревка» в Донецкой Народной Республике. Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиации поражены 24 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Уничтожено более 300 националистов. Станция радиоэлектронной борьбы в районе населенного пункта Малиновка Харьковской области, 10 танков и других боевых бронированных машин, 3 установки реактивных систем залпового огня «Град», 18 специальных автомобилей, 3 минометных расчета, а также 11 орудий полевой артиллерии, в том числе 4 155-мм гаубицы М-37. Российскими средствами ПВО России в районе Краснополя Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины. Также сбиты 6 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах города Донецк и населенных пунктов Павловка Донецкой Народной Республики, Балаклея, Малая Камышеваха, Червонный Шахтер Харьковской области и Лисичанск Луганской Народной Республики. Кроме того, перехвачены 12 снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» в районах города Донецк и населенных пунктов Горска и Васильевка Луганской Народной Республики. Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены 313 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 43 пункта управления подразделений, а также 62 огневые позиции артиллерийских подразделений ВСУ. На Харьковском направлении инициатива окончательно перешла к российской армии, которая шаг за шагом восстанавливает потерянные более месяца назад позиции. Продолжаются бои на участке Урубежного и Верхнего Салтова, а также от Суповки до Малых Проходов. Южнее Балаклея, на рубеже Чепель, Протопоповка, Петровская, российские подразделения препятствуют попыткам ВСУ переправиться через Северский Донец и зайти в тыл наступающей на Славянск группировки. В Сумской области наши войска поразили позиции противников в населенных пунктах Сапыч, Барановка, Уланово и Бачевск. По всей видимости, следующей битвой после генерального сражения за Донбасс станет Харьковско-Сумская операция. Без освобождения данного региона и уничтожения группировки противника на этом фронте ни о каком спокойствии приграничных районов России речи быть не может. На Славянском направлении российские военные окончательно установили контроль над населенным пунктом Долина и закрепились в Богородничном. Зачищены лесные массивы на границах Харьковской и Донецкой областей вдоль трассы М-03. В Северодонецке российские войска физически отрезали промзону и завод «Азот» от уничтоженного самими же ВСУ Пролетарского моста. Украинские силовики, укрывшиеся на Азоте, полностью заблокированы и серьезной военной опасности уже не представляют. В целом же, вся группировка ВСУ в районе Северодонецкой-Лисичанской агломерации в ближайшее время будет блокирована. Основные боевые действия происходят на севере, где используется тактика малых котлов. Украинское командование начало частичный вывод наиболее боеготовых подразделений через Ленинский мост под Сиротино, единственный, который остался в распоряжении ВСУ. При этом из-за аварийного состояния он не пригоден для тяжелой техники и находится под полным огневым контролем российских сил. На солидарском направлении штурмовые подразделения Народной милиции ДНР, наступающие со стороны Доломитного и отряды ЧВК «Вагнера», продвигающиеся со стороны Мироновки и Рот, освободили село Семигорье. Это ставит под угрозу окружение подразделения украинской армии, удерживающие поселок Новолуганское. Союзные войска освободили Врубовку, один из ключевых населенных пунктов на южных подступах к Лисичанску. Теперь в еще более глубокий огневой мешок попадает украинская группировка в районе города Золотое, часть которого уже перешла под контроль наших войск. Одновременно с этим российские войска все ближе подступают к группировке противника в самом Лисичанске, которой грозит тотальное огневое окружение в ближайшие несколько суток. С каждым днем ухудшается ситуация для украинских войск на Бахмутском направлении. Российская артиллерия открыла огонь по противнику в Яковлевке, Покровском, Кленовом и окруженном Новолуганском. В пригородах Донецка союзные силы нанесли удары по Авдеевке, Маренке и Нью-Йорку. В Запорожье на отдельных направлениях идут позиционные бои и артиллерийские обстрелы. На Николаевском и Херсонском направлениях противник предпринял ряд атак, но успеха не имел. Зеленский наконец-то признал, что украинские войска несут мучительные потери. По его словам, наиболее сложная ситуация сейчас сложилась в районе Северодонецка, а также под Харьковом, где идут жестокие бои. Критическую ситуацию для ВСУ на Харьковском фронте подтверждают и наши военкоры. Особенно крупные безвозвратные потери украинская армия несет в Циркунах, Золочеве, Чугуеве и на Салтовском направлении. Начинает сыпаться группировка ВСУ на севере Харькова. Нацбаты не могут справиться с продвижением российских войск, а кадровые части терпят невосполнимые потери. Между тем и в США выразили обеспокоенность положением ВСУ, заявив, что российская армия имеет колоссальное преимущество по артиллерии и другим тяжелым вооружениям на фоне дефицита боеприпасов для украинских орудий. Сколько бы Запад не заваливал Украину оружием, оно не сможет каким-либо существенным образом повлиять на ситуацию на фронте. Количество жертв будет только расти. Задачи российской спецоперации будут выполнены. Украину ждет неминуемый крах. В четверг инициативу в атмосфере Украины перехватит антициклон с центром над островом Змеины, благодаря чему во всех регионах распогодится, а значит в метеорологическом отношении любые цели ВСУ окажутся в окнах погоды миллион на миллион и станут идеальными для точного нанесения ударов российской армии. В Донбассе малооблачно днем 4,7 баллов, верхней, средней, кучевой высотой 600 тысяч метров, верхняя граница 2-3 километра, без осадков видимость более 10 километров, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, температура воздуха ночью понизится до плюс 8-13, а днем плюс 19-24, что соответствует многолетней норме. В связи с идеальными метеоусловиями все операционные направления доступны для наступления российских войск. Погода будет благоприятствовать массированному применению штурмовой, армейской и дальней авиации по наземным и надводным целям противника. Идеологическое воздействие на противника путем применения агитационных снарядов МИН не будет зависеть от ожидаемых метеоусловий и получит наилучший эффект разбрасывания листовок. Идеальные погодные условия для широкого применения осветительных снарядов, для освещения местности, постановки световых ориентиров, а также для ослепления наблюдательных пунктов, электронно-оптических средств и огневых средств противника. Подполковник Тишковец доклад окончил. Подписывайтесь, наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Честь имею.